Доброе утро, дорогие друзья. Итак, понедельник. Два шага до Емки-Пура. Я расскажу короткую притчу, которая имеет большую глубину. Именно относится к этим дням. Один таксист сел, Раби Шлома Залман Оербах, известнейший такой Гаон, сел в такси, поехал ему таксист, говорит, Раф, я хочу рассказать вам уникальный рассказ, я сам видел своими глазами. Это было на войне. Мы были в пустыне. Когда закончились боевые действия, мы установили палатки на ночь. Внезапно в палатку вползла большая ядовитая змея. Такая змея, что если удержали, то вы уже на небе. Еще прежде, чем успели отреагировать, она заползла, обвиваясь кругами на военного санитара Хаима. Мы закричали, Хаим, не двигайся, дыши спокойно. Она кричала, не подходили, боялись. Хаим не двигался, змея продолжала ползти вверх, достигла шеи, обернулась кругом и уставилась мордой в лицо Хаиму. Мы, говорит, чуть не умерли со страхом, а Хаим тихо прошептал молитву. Шма, израиля, данаи там. А когда он закончил, земля спустилась и уползла от него. Хаим после этого сделал шу, расканды, вернулся к соблюдению заповеди, рассказал таксист. А вы что скажете, уважаемый Раф? Разве это не чудо? Всевышний существует, видите? Если кто-то скажет, что не так, пусть он приходит ко мне, я научу. А что с вами, сказал Раф? Вы сделали шу? А с чего это вдруг, уважаемый Раф, не понял водитель? Ведь чудо было для Хаима, а не для меня. По мне, змея не ползла, она ползла по нему, а меня же лучше он. Вы понимаете, что здесь написано? Мы часто видим чудеса, явное проявление божественного присутствия. Но проходит 2-3 дня, и мы забываем, или это было не с нами, или еще что-то. Всматриваясь вокруг нас, если мы не будем обманывать друг друга, мы не будем обманывать, простите, себя в первую очередь, то мы увидим присутствие Бога на земле. В этом нет проблемы. Но мы все время хотим это увидеть либо со стороны, либо забыть через несколько дней. Обратите внимание, вот люди страдают различными фобиями. Они боятся даже на транспортных происшествиях, самолетов, террористических атак. Есть те, кто пытается в истерику от боли, или думают, что заболели какой-то неизлечимой болезнью. Все страхи растут из одного корня. Маловерие. Ибо тот, в ком есть вера, понимает, что все идет сверху. Если на небе не вынесен приговор, никто ничего сделать тебе не может. Будет ли это транспорт или другое. Я рассказывал, сейчас повторю, когда упали три самолета, были три в тени недели, мы к нему пришли, сказали, может быть нельзя летать самолетами. И он ответил уникальные слова, которые я повторяю много раз. Падают не самолеты, а люди. Это когда вот в емкий пур, в Рошашана вынесен приговор, дальше уже собирает людей и так далее и тому подобное. Понимаете? Вопрос не в этом. Все предопределено свыше. Нам надо укрепляться в связи с небом и бояться кого-то, кроме неба. Глупо и, честно говоря, в каком-то мере иногда даже преступно. Понимаете? Надо понять, что человек это существо, созданное творцом. И совсем не от обезьяны. Хотя многие считают, ой, некоторые точнее, считают, что и твердо уверены, что они произошли от обезьяны. Ничего страшного, тоже в этом нет. Пусть идут в зоопарк. Почему тогда они в зоопарке не помогают своим предкам, ходят ежедневно? Ходят там бабушки, дедушки попра-пра-пра помочь. Кстати говоря, в Талмуде, в трактате Сан-Кириев, говорится, что часть строителей Вавилонской башни, которые воевали с Богом, наказание, была превращена в обезьян. Поэтому Дарвин просто немножко перебутал. Есть связь. Но не человек пришел от обезьяны, а от обезьяны, от человека. Итак, мы с вами находимся в нескольких шагах от Юмки-Пура. Написано, страшный, грозный день. Мы постараемся завтра поговорить о сути этого дня, но я могу сказать только одно. Многие люди призывают к вере. Но веры недостаточно. Нужно доверие. Верующий может быть убийцем, вором. Доверие к Богу полностью изменит вашу... Вот вообще меняет жизнь человека. И вот в эти дни надо помнить еще одно любимое выражение Бэшта. Балшантова. Ни один человек не падает так низко, чтобы не иметь возможности подняться до Бога. Дорогие друзья, давайте подниматься, смотреть, анализировать, улыбаться. Брахава от слаха и хорошей подготовки к Юмки-Пуру. Субтитры сделал DimaTorzok